Музыка Сама опера очень такая пластичная, мягкая, такой балаганчик, театр существует внутри этой оперы. Хотелось внести мягкость в эту трагедию. Музыка Я уже много лет пою «Леди Магмит» на разных сценах мира, другую, героиню Верди. Здесь совсем иная музыка, но и здесь у Шостаковича тоже страсть, тоже одержимость, невыносимость, если можно так сказать. Даже сейчас, когда говорю «мороз», мурашки по коже, дрожь. Думаю, у зрителя должно быть то же ощущение. И все это грубо, примитивно, вульгарно. Музыка крякает, ухает, пыхтит, задыхается, чтобы как можно натуральнее изобразить любовные сцены. И любовь размазана во всей опере в самой вульгарной форме. Музыка крякает, ухает, пыхтит. Музыка крякает. Ну, самое, наверное, главное для меня, вот это вечный путь к России, к каторгу, оскорбленный, наверное, народ, ищет спасение, спасение души своей такой. Я слышал, что эта опера трудно выходила в Россию, ее тут даже запрещали. Не понимаю, не знаю, в чем причина. Может быть, мне трудно это понять, европейцам такая музыка понятна, но я хочу петь по-русски, не просто русскими словами, понять эту русскую натуру, характер, личность. Леди Макбет имеет успех у буржуазной публики за границей. Не потому ли, похваливает ее буржуазная публика, что опера эта сумбурна и абсолютно аполитична? Газета «Правда», 28 января 1936 года. Какая будет статья? Какой приговор? Какой приговор и спектакль, и мне? Конечно, последние недели выжить и вытерпеть. Жду только приговора. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова